отцы великие теоретики и практики отец у нас мать отец у нас сегодня мать наконец-то конечно не выправим гендерный баланс даже я боюсь до требуемых 30 процентов но стараемся что называется в эту сторону у нас сегодня действительно мать женщина которую звали бабушкой всех агитаторов интересно над тем что она как раз была агитатором вне всякого предвыборного контекста мы о ней поговорим чтобы показать что агитация возможно и не на выборах но при этом она может иметь вполне вполне практические последствия значит наша с вами сегодняшняя героиня мэри харрис джонс более известная как мамаша джонс мата джонс это американская политическая деятельница родившаяся в ирландии значит она как раз не теоретик от сугубы и практик при этом прожила она ровно сто лет с 1830 по 1930 год еще каких самый общий очерк ее биографии наводит ужас люди конечно в 19 начале 20 века жили тяжелой жизнью мы с вами еще более или менее хорошо устроились правда по поводу этих столет еще на мамаши джонс иногда даже бабушка джонс она завышала себе возраст уже в период своей активной политической деятельности и как-то так одевалась выглядеть постарше называла всех этих своих людей которых она агитировала участвовать в стачках и всяких маршах называла их своими мальчиками но видимо с целью как-то повысить свой авторитет в этой рабочей скажем забегая вперед среде вот родилась она в ирландии когда в ирландии начался голод от фитофтора погибла вся картошка миллион семей эмигрировала в основном в америку ее семья кстати эмигрировала в канаду потом переехал в америку значит но ее поворотной точкой ее жизни стала эпидемия желтой лихорадки в теннесси где она жила и у нее умерла вся семья муж и четверо детей маленьких у нее умерли она осталась одна как пирс она уехала в другой город там завела швейную мастерскую в чикаго это был другой город и во время большого пожара в чикаго все это у нее сгорело после этого она заинтересовалась защитой прав рабочих и сделалась тем кем она собственно вот последние 40 лет своей активной жизни была вот этим самым агитатором именно специфически в рабочей среде что она делала что опять же интересно в ней как так сказать матери а в отличие от многих своих современец она не только не была суфражисткой но вообще не очень с большой симпатией относилась к борьбе за право голоса для женщин ей принадлежит фраза you don't need a vote to raise hell для того чтобы поставить от на уши не нужно право голоса и она доказала своей жизнью что это на самом деле так она боролась за достойные достойную оплату для рабочих против детского труда с этим связана ее самая эффектная акция о ней мы скажем и за то чтобы рабочие могли зарабатывать столько чтобы их жены сидели дома вот такой у нее был идеал значит опять же многие суфражистки ее за это не любили но тем не менее как человек который потерял как раз детей мужа в эпидемии она понимала что это вам от бедности что просто рабочие очень бедны да по поводу этой эпидемии она тоже писала что богатые все уехали из города закрылась вообще все что можно все кто не смог уехать вымерли это вот ровно то что произошло то есть волновала именно классовая нерависть она была участницей многочисленных объединений рабочих которые тогда создавались это самый конец 19 самое начало 20 века борьба труда и капитала кровавая совершенно отмечена чудовищными совершенно побоищами забастовками которые подавляются и военной силой и так называемыми милициями которые организуются самими компаниями а значит в частности один из эпизодов ее активной жизни политической так называемая бойня владлоу владлоу масса это ужас что было значит это была забастовка горняков которые организовали палаточный лагерь и туда пришла вот эта самая милиция с пулеметами со всеми делами подожгли они этот палаточный лагерь погибло 25 человек среди них много женщин и детей которые там тоже сидели в общем был черт что чем специфически занималась наша мамаша джонс она придумала то что мы сейчас назвали бы агитационным приемом она выводила на шествие женщин детей вот буквально прикрывала женщинами детьми они выходили и как во французскую революцию колотили половниками по кастрюлям с криками значит нам тут нужны эти достойные зарплаты для наших мужей и 8-часовой рабочий день она организовала так называемый крестовый поход детей против детского труда а шли они между прочим к тадуру рузвельту на прием дошли он их не принял она к нему пришла а значит ей сказал секретарь что он вас не примет но вы письмо напишите она написала письмо никто и не ответил вопрос о поручениях президента раз два три ничего не произошло тем не менее через некоторое время после этих акций которые нельзя было не заметить принимаются законы ограничивающие детский труд как по часам так и по возрасту она кстати пыталась как-то пробиться к прессе для того чтобы вот это вот все освещалось да там эти дети были всякие покалеченные потому что как вы понимаете работали они в тяжелых условиях безо всякой охраны труда а есть сказали что компании которые владеют вот мануфактурами предприятиями которых работают эти дети имеют доли в газетах поэтому типа извините нам русском надзор сказал мы не можем такого печатать не русском надзор в том то и дело там коммерческая цензура коммерческая цензура так сказать железная рука капитал тем не менее это было настолько масштабно и все таки америка была страна достаточно свободная кто-то тем не менее об этом написал лишь мамаша джонс наша была боевая тетенька ее арестовывали многократно отсидела она дважды один раз получил большой срок 20-летний который не отсидела за подготовку к убийству что типа она вот агитирует к мирных рабочих побуждает заниматься вот этим всякими стачками в результате происходит убийство почему ее назвали бабушкой всех матерью всех агитаторов на суде обвинитель сказал что вот она приезжает в мирные города значит показывает пальцем и 20 тысяч человек уходят со своих рабочих мест вот какая значит страшная ведьма надо сказать когда я был 87 лет какой-то местный магнат недовольный нанял двух гангстеров чтобы они на нее напали она их прогнала одного побила ботинком после чего он умер вот такая вот была история значит ей было еще раз повторю 87 лет вот такие были деятели на заре рабочего движения а мы теперь между прочим относимся к этим их достижениям к восьмичасовому рабочему дню и к ограничению детского труда как-то легкомысленно помните это все полито кровью полито кровью